Команды Солигорского профессионально-технического колледжа не впервые соревнуются в футбольном поединке с командой районного отдела внутренних дел. На этот раз учащиеся молодежь, члены БРСМ, как и болельщики, были серьезно нацелены на победу. За какую команду болеем? Конечно, за нашу. За 104-ю. Я болею за свои, за 104-ю. За 104-ю. За Спотака, за нашу. За 104-ю. Притехническую. Я болею за наших парней. Я надеюсь, что они сегодня победят и надеюсь, игра будет честная. Вести здоровый образ жизни просто интересно. Подтвердили это и участники товарищеского матча. Страсти среди болельщиков накалились. И первый тайм закончился со счетом 2-1. В рамках акции «За здоровый образ жизни» совместно с Белорусским Республикатским союзом молодежи проводим акцию в техническом отделении СПТК, где сначала был продемонстрирован видеоролик о недопустимости употребления спайсов, наркотических веществ. После этого я пытался довести основные требования декрета номер 6 президента, который вступил в законную силу. Ну и сейчас совместно с учащимися данного колледжа проводим дружеский турнир по мини-футболу. Это наша постоянная традиция проводить несколько раз в год данную акцию. Ну и опять же под эгидой за здоровый образ жизни. Команда как никогда сильна. По первому тайму они выиграют нас 2-1. Но мы еще дадим бой им. Надеюсь, что в принципе в любом случае победит дружба. За здоровый образ жизни совместная акция БРСМ и Солигорского РОВД традиционная. И как показали итоги футбольного поединка, приносит свои результаты. Впервые в истории дружеской встречи команда РОВД уступила команде учащихся. Победу в нелегком поединке завоевала команда Солигорского профессионально-технического колледжа. Вручение грамоты сладких призов от БРСМ завершило дружескую встречу. Продолжение следует...